МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня в выпуске. Крысы атакуют. Жители дома номер 96 на проспекте Бухар-Жирау жалуются на грызунов, которые оккупировали мусоросборник. Коммунальщики советуют убрать мусор и завести котов. Купить диплом за 400 тысяч тенге предлагают в одном из образовательных учреждений Караганды. Это выяснили общественники в ходе исследования методом тайны покупателей. Дружная семья Илембаевых из Каркаролинского района стала обладательницей Гран-при. В Караганде подвели итоги областного этапа национального конкурса Мирилья-Отпаса. Обо всем более подробно. Нашествие крыс напугало жителей дома номер 96 на проспекте Бухар-Жирау. В чем причина? В сезонном поведении грызунов или в большом количестве мусора, оставленного жильцами дома? Разбирались наши корреспонденты. Пугающее и отвратительное видео рассылается по соцсетям. Никого не опасаясь, крысы копошатся в мусоре. Вот тот самый дом, где и происходит нашествие крыс. Оказалось, все дело в том, что мусор из мусоропровода не вывозится уже долгое время. Местные жители обвиняют в этом прежнего председателя КСК. Сегодня ситуация налаживается, заявляют жильцы. Появились рабочие, которые и занялись уборкой мусора. Да, теперь мы постоянно сейчас перекроем, если все, вычислим, перекроем. Тогда баки поставят. Работы, но по очистке мусоров ежедневно мы в Акимат, то есть фотографируем полные баки мусора утром, что мы работу проводим, очищаем. Они по мере своих, как бы, ну, получается, два раза в день у нас очищаются баки, они привозят машину, машина их очищает. Вот. И мы опять продолжаем уборку. Сегодня в Караганде идет речь о закрытии внутриподъездных мусоропроводов в многоэтажных домах. Часть горожан согласны с этим. Не будет мусора, не будет и крыс. Но часть карагандинцев не желают расставаться с удобством. Ведь собственный мусор придется выносить на улицы и выкидывать в контейнер. Есть и еще одна причина. Если даже мусоропровод открыт, сами, получается, кидают, не кидают в яму, а ставят рядом мусор жителей нашего дома. И нам приходится ходить по этажам и этот мусор как бы за ними убирать. Поэтому, не знаю, мы вот в Акимат будем просить прошения. Ну, как бы письмо написали о том, чтобы закрыть мусоропроводы вообще, чтобы их не было. Специалисты отмечают, что в чистом доме крысы не заведутся. Так что, кроме как на самих, жильцам больше не на кого кивать. Выход из этой ситуации лишь один – ликвидировать мусор. Ну или завести побольше котов. Андрей Тензо, Суламы Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Купить диплом за 400 тысяч тенге предлагает в одном из образовательных учреждений Караганды. Это выяснили общественники. В минувший четверг было проведено исследование методом тайный покупатель. О ее результатах рассказал руководитель управления департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Заседание конкурсных комиссий по распределению гранта в колледжах проходит за закрытыми дверями. Это повышает и без того высокие коррупционные риски. Как известно, сфера образования неизменно входит в список самых коррумпированных в Казахстане. Среди многих коррупционных проявлений особенно популярна продажа дипломов. Цена за диплом варьируется в зависимости от образовательного учреждения. В преддверии начала учебного года один из фактов был зарегистрирован и в Караганде. По некоторым данным, в одном из образовательных учреждений заветную корочку готовы продать за 400 тысяч тенге. То есть общественники проводили вот это исследование тайны покупателей в нескольких организациях образования. И в одной из организаций образования было установлено, что возможно купить диплом за иную сумму. То есть там просто дело дошло до того, что человек связался с нужным человеком, и он ему сообщил о том, что вот если ты мне деньги заплатишь, я тебе диплом предоставлю, там учиться ничего не нужно. Сколько? Сумма 400 тысяч тенге. Разобраться в этом деле предстоит правоохранительным органам. В целях снижения коррупционных рисков Департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции настоял на том, чтобы в заседаниях конкурсных комиссий на получение гранта принимали участие представители общественности. В целях разъяснения данного нововведения было проведено совещание с директорами колледжей. Примечательно, что присутствовать на заседаниях конкурсных комиссий смогут как родители, так и общественные деятели. Ожидается, что это позволит обеспечить прозрачность порядка присуждений образовательных грантов. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Автобус без заднего стекла вызвал смех у пользователей интернета. Накануне в соцсетях распространилось видео, запечатлевшее автобус регулярного пригородного маршрута Караганда-Шахан с разбитым задним стеклом. Ситуацию прокомментировали в отделе коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта Караганды. На этих кадрах видно, что у автобуса, следующего из Шахана в Караганду, отсутствует заднее стекло. Если некоторых пассажиров состояние транспортного средства ошарашило, то другую половину это явно позабавило. Видео автобуса с разбитым стеклом моментально разлетелось по соцсетям. По словам руководителя отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Искандера Кабидула, пассажиры 127 маршрута не пострадали. Каким образом разбилось заднее стекло, неясно. Известно лишь то, что водитель высадил людей на ближайшие остановки. По данным автобусного парка номер 3, то есть водитель объяснил это тем, что по пути из Шахана у него просто заднее стекло отвалилось. То есть он немедленно прекратил движение, заехал на ближайшую остановку, то есть это было ДСК, и высадив пассажиров, уехал себе в автопарк на ремонт. То есть дальше он движение не осуществлял с пассажирами. В Караганде сменился руководитель Департамента национального бюро по противодействию коррупции. Это стало известно в ходе аппаратного совещания в областном Акимате. Главе региона Ерлану Кушанову также доложили о ходе подготовки к учебному году и летним азиатским играм. Очередное аппаратное совещание в областном Акимате началось с объявления о кадровых перестановках. Глава региона представил нового руководителя Департамента национального бюро по противодействию коррупции Шакенова Дениса, который ранее возглавлял аналогичный департамент в Павлодарской области. Шакенов Денис Владимирович назначен руководителем Департамента национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области. 1977 года рождения, имеет два высших образования, окончил Карагандинскую высшую школу КНБ Республика Казахстан и Карагандинский экономический университет Каспетербсоюза. Наш земляк – карагандинец. По квалификации юрист-финансист. Также в ходе совещания Акимобласти Ерлан Кушанов поинтересовался уровнем цен на продукты, подготовкой к предстоящему учебному году и 34-м летним азиатским играм. Честь нашего региона будут защищать 34 спортсмена. Руководитель управления физической культуры и спорта Дмитрий Карпов заявил, что подготовка к масштабному спортивному событию идет полным ходом. Ожидается, что наши спортсмены завоюют 18 медалей. К другим новостям. В Караганде подвели итоги областного этапа национального конкурса Мириля Отпаса. В этом году на участие в традиционном конкурсе была подана 271 заявка. Из многочисленных претендентов были отобраны многодетные образцовые семьи, которые могут послужить примером для остальных. Победители были награждены ценными призами, а также получили путевку на республиканский этап конкурса. Обладателем первого почетного места областного этапа национального конкурса Мириля Отпаса становится семья Ильимбаевых из Каркаролинского района. Дружная семья Ильимбаевых стала обладательницей Гран-при. Большое семейство из 19 детей, 47 внуков и 13 правнуков проживает в Каркаролинском районе. Во главе семьи стоит 67-летняя Рымтай Апа. Она является обладательницей звания «Мать-героиня», награждена золотой подвеской. Сегодня ее дети и внуки трудятся в разных сферах. Первенец – Алибек-стоматолог, а младшие сыновья – Кенжибек и Ярнур – главы крестьянского хозяйства. В качестве приза семья Ильимбаевых получила путевки в санатории. После заслуженного отдыха победители областного этапа начнут подготовку к следующему этапу, чтобы с достоинством представить Карагандинскую область на республиканской арене. Мы приехали из Каркаролинска. Наша большая дружная семья – это заслуга нашей матери и отца, которого уже нет в живых. Но его продолжением являются его дети, внуки и правнуки. Вся эта сплоченная семья. Мы очень рады победе. Спасибо организаторам за такой конкурс. На почетном втором месте расположилось семейство Ауэзовых и Садпаева. Обладателям призового места подарили LED-телевизор, диплом и фотоальбом. Обладательнице золотой подвески Раушан Ауэзовый 79 лет, а ее супругу Сабиту 82 года. Чета Ауэзовых воспитала 10 детей. Те, в свою очередь, подарили родителям 34 внука. Самое молодое поколение большого семейства – это 15 правнуков. Раушан Ауэзовый забота о 10 детях не стала помехой для карьеры. Жительница Садпаева заявляет, что всегда и везде успевала, ведь ее дети стали для нее стимулом для развития. Нашему с мужем браку 60 лет. За эти годы мы воспитали 10 детей. Не было такого понятия, как декрет. Сколько себя помню, я всегда работала. Иногда я выходила на работу спустя 45 дней после родов. Мирилюотбаса – конкурс национального масштаба, который проводится с 2014 года. В текущем году участвовать в этом конкурсе изъявили желание более 270 семей Карагандинской области. На церемонии награждения лучших семей региона присутствовал заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. Семья, дом, близкие люди – это простые и самые главные ценности для каждого человека. Это первооснова общества и государства, выполняющего важнейшие функции, такие как воспитание детей, воспроизводство духовно-нравственных ценностей, забота о старшем поколении. И именно поэтому государству уделяется особое внимание семейно-демографической политике. Конкурс, который знакомит широкую общественность с образцовыми семьями за пять лет своего существования, сумел завоевать любовь и интерес народа. В нем участвуют те семьи, в которых свято чтут традиции предков и отводят важную роль моральным ценностям. В Карагандинской области с 8 по 10 августа проводилось очередное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В эти дни на автодороге вышло большое количество нарядов дорожно-патрульной полиции. Целью оперативного мероприятия является улучшение ситуации с аварийностью на дороге. По информации ДВД, за семь месяцев на дорогах области зарегистрировано 256 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 81 человек и 341 получил травмы. Часто аварии происходят по вине водителей легкового транспорта. Основными причинами являются несоблюдение скоростного режима, нарушение правил маневрирования, обгона, выезд на встречную полосу движения, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание во время рейдов уделялось общественному и грузовому транспорту. Запланированы совместные рейды с представителями местных исполнительных органов и транспортных организаций. В рамках ОПМ «Безопасная дорога» сотрудники дорожно-патрульной полиции, а также сотрудники отдела административной полиции проверяют в том числе пассажирский транспорт, автомобиль и такси, легковой транспорт, а также общественный транспорт на техническое состояние, на соответствие конструкции, законным требованиям правил дорожного движения. Полицейские в очередной раз призывают всех участников дорожного движения к законопослушности и взаимоуважению. Не стоит рисковать собственной жизнью и ставить под угрозу жизнь других людей. Андрей Тенжес, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И вновь ничья. С новым главным тренером футбольный клуб «Шахтер» показывает стабильную игру. Минувшее воскресенье на своем поле «Горняки» принимали футболистов из Шымкента, клуб «Ордобасы». Матч завершился с нулевым счетом. Как и ожидалось, игра в Караганде для шымкентского «Ордобасы» оказалась не из легких. «Шахтер» изо всех сил старается сохранить прописку в премьер-лиге. А южноказахстанцам во что бы то ни стало необходимы дополнительные очки, чтобы иметь шанс на бронзу чемпионата. Обе команды горели мотивацией, и фаворитов данной дуэли определить было проблематично. Начало поединка осталось за карагандинцами, однако в завершении хозяева действовали не лучшим образом. Впрочем, на 21-й минуте «Горняки» создали верный момент. Антон Чичулин замкнул подачу с углового, пробив с близкого расстояния, но вратарь гостей поймал мяч. После перерыва игра раскачалась. На 56-й минуте уже гости упустили момент. Мерзат Миханович сыграл на подборе у чужой штрафной и пробил над самой перекладиной. Николай Костов бросил в бой Оралхана Умертаева, и тот сразу же мог отличиться. 17-й номер шахтера выстрелил с разворота справа во край штрафной совсем рядом с дальней штангой. Затем Михаил Габышев с острого угла пробил в сетку с внешней стороны. В концовке поединка карагандинцы осадили чужую штрафную, но голкипер не позволил себя пробить. В итоге голов в матче так и не случилось. Вот как наставники оценили игру. Тяжелая игра с собой. Игра всегда тяжелая. Тем более, что мы довольно хорошую группу провели с Кайратом и хорошие эмоции у них были, естественно. Мы отдали инициативу в конце концов и сыграли надежно в борьбе. Единственное, конечно позитивно то, что мы наконец-то играли на норме сзади. В атаке надо еще посмелее работать над этим. Надо очень много потому, что в атаке надо посмелее и есть футболисты, которые могут, я думаю, что больше. Хочу поблагодарить наши болельщики, потому, что они поддерживали нашу команду очень хорошо. А по игре могу сказать, что это непростая команда Ордобасы это серьезная команда и у нас была какая-то игра превосходство такое-другое. К сожалению, мы не забили свои моменты, которые пропустили против противника оборота. Поздравляю за это и брата противника команды. Я рад, что хорошо играл в такие ситуации, которые мы нашли. Ордобасы не смог победить в третьем матче к ряду и еще больше отстал от Кустанайского Табола, а Шахтер остается на 11 месте. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Увидимся в эфире Аман Сауполмстер. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова